Основанный в первой половине XVIII века императрице Иоанна Иоанновна и первый кадетский корпус в этом году готовится отметить пятилетие со дня воссоздания. Его воспитанники не только постигают науки и изучают историю военного дела, но и возрастают духовно. В последние дни поста мальчишкам приходится испытывать крепость смирения и веры, чтобы быть достойными высокого звания кадет. Построение на молитву с каждым разом получается все слаженнее и быстрее. Кадеты первого кадетского корпуса ждут своего духовника, чтобы вместе испросить благословения Богородицы на учебные и духовные труды. Особенно в эти дни завершающий многодневный подвиг души и тела. Великий пост – это особое время. Не в трапезном смысле, а в духовном смысле. Что это время, которое мы уделяем Богу. Мы внимательнее вчитываемся в священное писание, больше участвуем в богослужении. А здесь мы стараемся вести себя потише, более благочинно. Я, правда, бываю здесь раз в неделю, но благодаря тому, что руководство корпуса – это верующие воцерковленные люди, их состояние передается и маленьким кадетам. У нас воспитание, оно хоть и по уставу, но в первую очередь атмосферой, которую создают сами педагоги. Понятно, что мы не ходим угрюмыми, смотрим вниз. Все равно веселье присутствует, несмотря на то, что пост идет. Но мы все-таки стараемся себя вести немножко лучше, нежели как обычно. Уроки идут по обычному расписанию, а вот дисциплина становится более строгой, замечают мальчишки. Первый цензор – собственная совесть. И, конечно, товарищи по корпусу. Чтобы не забыться, кадеты своими руками подготовили подсказки. Например, в виде расписания на все дни Великого Поста. 40 мучеников селастийских мы решили изобразить птичкой. И надпись «40 мучеников селастийских». Крестопоклонную неделю мы решили изобразить как крест. Марию Египетскую решили изобразить пустыню с рекой. Вход Господен в Иерусалим – вербочкой. Пасху – яйцом пасхальным. Закон Божий, фехтование, участие в богослужениях – неотъемлемая часть возрастания этих парней. Это особенность учебного заведения, утвержденного еще Анной Иоанновной. И воссозданного в наши дни верующими педагогами и офицерами. Одной фразой только великого полководца Суворова уже можно сказать, что мы должны на это ориентироваться. Что Бог наш генерал, он нас вводит, от него победа. И, как мы понимаем, мы должны готовить защитников Отечества, которые будут побеждать. Побеждать врагов, побеждать свои немощи, принося пользу Отечеству. Кадеты ждут Светлого Христового Воскресения с нетерпением, возможным только в детстве. Они совсем не устали от поста, но уже знают, какая радость впереди.